всем привет дорогие друзья другие подруги здрасте бритьё 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 сегодня я с превеликим удовольствием покажу вам на канале новинку новинку которая уже не первый месяц гуляет по планете которая успела уже наделать шороху и которая всерьез всерьез заявила себе в классе mercury прогресс паркер вариант и подвинет ли это бритва кого-то из них или это аутсайдер достойная ли это новинка или это просто какой-то середничок это серьезный инструмент или что-то вырви глаз я этого еще не знаю но надеюсь в конце обзора хоть какое-то представление обо всем этом мы с вами получим бритва появилась на канале благодаря смирнову леониду который является официальным представителем компании первым шевинг у нас в россии все адреса пароли ссылки и все все короче вы сможете найти в описании под видео ну а сейчас я вас приглашаю на крупный план давайте ее потрогаем пошупаем поближе и посмотрим что собственно она себя представляет вы на крупный план я начинаю догоняйте предметы сегодняшнего обзора парни мы обо всем по порядку начиная конечно же с новинки которая уже успела она делать много много шороху я бы наверно основное внимание уделил именно этой бритве во всем сегодняшнем обзоре все остальное или уже было на обзоре или не столь значительно как это интересное изделие давайте уже наконец посмотрим что за красота у нас такая приехала прямиком из индии коробка хорошая хорошая со всей необходимой информации здесь вы на обратной стороне можете увидеть кто это сделал где это сделал со всеми входными и выходными данными коробка как это уже стало традицией на магнитике защелкивается открываем и тут многообразие информацию уже на входе получаете спасибо компания что приобрели это изделие естественно сайтом компании на обороте него тут у нас помимо визитной карточки flexi warranty registration here для того чтобы получить гарантии скорее всего нужно зарегистрироваться если это правильно понимаю плюс ко всему еще тряпочка который нужно будет протирать бритву бритвы протирать не буду вот на очки я ее сопру потому что тряпочка шикарная я уже попробовал ребята очень интересная а бритву ну сами поймете почему ее протирать не надо коробки верхнем карманчике обязательно еще найдете паспорт изделия в этом паспорте язык 1 английский но вполне себе вразумительный даже если у вас нет каких-то особых навыков допустим в английском языке вы всегда можете воспользоваться современными технологиями для молодежи это наверное давно уже не секрет для людей постарше хочу сказать что есть google play приложение которое называется камера так вот открывайте камеру здесь есть перевод нажимаете перевод ну и эта машинка вам будет переводить то что вам интересно было бы прочесть благодаря этой совершенно секретной и запредельной информации вы сможете почерпнуть что ну во-первых тактические технические характеристики во вторых здравствуйте спасибо и изделий что приобрели следующая how to use как использовать how to make maintenance как ухаживать за этой бритвой шарин гуит это путеводитель по бритью то есть вам посоветуют что именно и как именно делать чтобы это изделие приносило вам максимум удовольствия а ну да забыл с обратной стороны еще есть qr-код ну наверно перейдите на сайт зарегистрируйтесь и будете зарегистрирован пользователя опять же здесь указано что у компании есть ресурсы на фейсбуке твиттеры и где-то там еще в инстаграме в том числе ну и наконец сама бритва ах да ли они добрая душа еще добавил фирменные лезвия от компании willis тоже индийские как и сама бритва но мы наверное сегодня ими не будем пользоваться потому что я эти лезвия не знаю и с незнакомой бритвы незнакомые лезвия но это то еще приключение может быть как хорошо а может быть и очень очень непросто поэтому убираем в сторону ну и вот основной комплект поставки это подставка прошу прощения за тавтологию ну и конечно же сама бритва внутри у нас что-то спененная очень похоже на пенопласт или пена пена знать как утеплитель ставят по домах что-то такое спененная как полиуретан или что это еще ну понятно что в такой одежке ну бритве то ну вряд ли что произойдет и случится во время путешествия давайте начнем с малого подставка подставка интересная таких раньше не видел сделано вот еще вот она на грани вот еще чего-то чуть-чуть бы добавили и это было бы уже по цыгане с тому вычурно а так пока слава богу вовремя ребята остановились так вот латунная подставка весом сто девятнадцать целых две десятых грамма конечно же интересно интересно мне лично вот этими двумя вещами что-то мягкая не резина спинены как полиуретан или что это такое но мягенько ну и конечно вот это вот голубизна цвета ну водный цвет океанический мне нравится лично для меня вот это резиновое кольцо здесь не в кассу я вообще не могу оправдать его предназначение понятно что она несет больше стилистическую какую-то нагрузку ну то есть красота но если бы это было просто ровно для меня это было бы гораздо интересно опять же это на мой вкус и цвет вся подставка точно так же как и все изделия весь комплект полностью покрыта скорее всего это та же самая трехслойной технологии который номинирует компания но внутри видите латунь там покрытия нет зато есть сквозное отверстие если у вас вдруг чего-то туда накапает она с таким же свистом как пельмень в голодную глотку и пролетит вот интересно интересная подставка и кстати достаточно устойчиво сделано только под эту бритву видите то есть ведь молодцы молодцы но и сама бритва ведь вот вот нафиг липнет вот здесь что-то такое есть что вот это вот липнет вот она голубушка регулируемая бритва сделана полностью из латуни весом 141,4 грамма общая длина бритвы 88 миллиметров длина ручки 79 толщина головы 9 миллиметров длина головы 44 и 15 достаточно длинная при ширине 25 и 8 ну из характеристик понятно что ручка ну 79 миллиметров практически 80 не самая длинная но плюс ко всему еще и голова не самая толстая то есть 9 миллиметров проблевать будет более-менее нормально ну и конечно же ушки лезвия не будут выходить потому что при длине головы 44 15 ну все будет скрыто бритва до чертиков нас напоминает помесь двух бритв вот если бы допустим меня спросили кто-то вот виктор а чё ты тут видишь я бы по голове увидел бы рекс амбассадор а по ручке я бы увидел рок ну потому что ну она такая достаточно массивная вот на мой взгляд здесь симбиоз 2 бритв вот он прям на лицо самое главное как эта бритва будет брить и самое главное что эта бритва уже четвертой генерации потому что разгаповка на прежних трех этапах она была несколько иная а сейчас же кто не успел посмотреть я вам напомню гапы у бритвы несколько иные обратите внимание от 0 25 до 1 миллиметра то есть эта позиция была пересмотрена кстати парни обратите внимание вот из всех параметров которые здесь есть у меня почему-то не совпало буквально все ненамного но тем не менее буквально все длина бритвы 90 у меня 88 длина ручки 83 у меня 79 вес бритвы 140 у меня 141 с половиной насколько вера велика вероятность что вот эти параметры будут совпадать сейчас я этого проверять не буду но если вам интересно напишите в комментариях я за кадром обязательно промерю и не может быть чтобы с этой бритвы не устроили какой-то battle с какой бритвы будем устраивать battle ребята скажите вы сами вот именно с этой бритвы и сравним а сегодня будет именно обзор на эту бритву чисто внешне импозантная с хорошей насечкой то трехслойное покрытие который компания номинирует она да действительно смотрится неплохо и именно поэтому я считаю что здесь салфетка не нужно потому что скорее всего здесь задерживаться ничего не будет на торце ручки у нас логотип компании жемчужина в объятиях двух ладошек как можно так понять на нижней части крышки у нас идет вся та информация которую компания нанесла название компании серийный номер бритвы каждая бритва индивидуально плюс что сделана она в индии по нижней части пока мы здесь я мог бы ваше внимание обратить лишь на несколько моментов это вот в этом месте и вот в этом месте видите нет несмотря на то что компания говорит что бритва делается на станках и nc то есть чпу то есть вот это я не пойму с чем это связано это не критично на скорость не влияет это просто эстетика что ли но края должны быть ровные а здесь вот нас со всех сторон завалы они чем-то образованы не думаю что технологическая операция я думаю что это бритва еще будет дорабатываться обрабатываться и будущих бритвах вот этих вот недоразумений конечно же не будет понятное дело что за стоимость вот на эти вещи никто не будет обращать внимание но если уж мы говорим о замечаниях я просто это вот еще в нужном упомянуть дальше регулировка идет по часовой стрелке не чрезвычайно туго но она достаточно хороша что вы может быть на 115 120 процентов уверены что во время бритья у вас здесь ничего не собьется и никуда не улетит у вас будет все именно так как вы поставили градуировка идет от единицы до шести между цифрами идут точечки но для вас это будет просто лишний ориентир потому что на самом деле любую точку вы можете остановить любом месте и бриться именно так как вы берете будет четыре с половиной или 475 или 5.1 то есть решаете только вы сами бритва двухсоставная для того чтобы ее превратить двухсоставной агрегат откручиваем вот эту вот штучку слышите резьба начала стукать снимаем крышечку покрышки яственно и четко видно что да на самом деле компания не обманывает новый собственно и по самой бриз это тоже что компания не обманывает и все это делается именно на станках чпу здесь внутри какой-то небрежности я не заметил следы фрезы хаотичные маленькой тоненькой да они видны но именно эта часть на большинстве бритв не обрабатывается поэтому тут претензий вообще никаких не может быть вот тут легкий замин на губках это опять же только эстетика и к этому можно не придираться тем более за такие деньги основной функционал вот этой части он не нарушен и будет идти вполне себе нормально сама вот эта часть она сделана из двух частей но после того как выточили крышку и вставили вот этот шпенек ну скорее всего тоже латунный вместо соединение тщательно старались не замаскировать а завальцевать чуть-чуть его все-таки видно вот обратите внимание но не критично обычно это не делается компания пошла дальше и сделала ну и верхняя часть тут вообще не придерешься просто не придерешься наконец сама бритва она конечно стоит больше чем из двух частей но компания все сделала так что она разделяется всего лишь на две а вот основная масса частей они все скомбинированы именно вот в этом корпусе винт он заблокирован вы его вытащить не можете я поначалу думал что здесь все завальцовано но скорее всего нет скорее всего здесь используется резьба и где-то в каком-то месте ребята зачеканили или закернили или еще что-то сделали но на развальцовку здесь согласитесь никак не похоже поэтому все это и не разбирается если разбирать то скорее всего крутить нужно будет вот эти две части ну и где в каком месте вы нарушите соединение то ли это на клей посажена то ли это еще как-то не могу сказать это нужно разбирать и нужно смотреть у меня такой задачи нет поэтому я разбирать не буду верхняя часть замечательно прекрасно грани чуть-чуть слизаны но скорее всего это было сделано при финишной обработки и грани пострадали но от всей души надеюсь что точно так же они будут нести основную нагрузку исправно четкие грани видите после чего они всегда остаются здесь они за лизаны то здесь радиус закругления больше чем 0 5 миллиметров это видно сразу невооруженным глазом здесь все прекрасно даже сказать ничего не могу по гарде но кроме нижней части про неё уже говорил вращаем по часовой стрелке будет непривычная нам но привычная рексоводом там точно также идет в эту сторону регулировка при этом средняя часть у нас выезжает увеличивается gap и давайте посмотрим ведь какой зазор маханьки маханьки его практически не видно ну при разнице в гапах от 0 25 до миллиметра этого собственно и следовало ожидать средняя плита пазы посмотрите как аккуратненько красиво сделано мне понравилось ну и конечно боковые проушины которые фиксируют саму плиту давайте уже поставим лезвие посмотрим что у нас получится поставлю рапиру мое любимое лезвие которое меня не подводит ни на 89 ни на 41 ник на какой-либо другой бритве если я знаю что нужно бриться каждый день я могу спокойно взять средне агрессивную бритву поставить рапиру платином и будет мне счастье а вот здесь вот а здесь люфт минимальный сам для себя я бы его определил ну наверное в 2-3 десятки не больше здесь он больше ну благодаря вот той конструкции которая есть у компании тут собственно по-другому и быть бы не могло вставляем так вылетела знаете почему это произошло потому что вот если лезвие кладу длина ушек она недостаточно чтобы без изгиба лезвие сразу лезвие зафиксировать нужно немного продавить если я продавлю она чуть-чуть цепляется но до конца не фиксируется и наверное если вы будете переворачивать и вставлять вам будет труднее а если будете вот так вставлять вам будет легче так то ты будешь делать ребята прошу прощения это мои кривые руки надо было просто я думал что до винта нужно будет додавить тут нужно всего всего лишь было крутить винт и сразу было бы все нормально о слава тебе господи разобрались итак смотрите что у нас есть у нас первая позиция и 6 позиция давайте наверно вначале посмотрим как у нас работает вылет лезвия на первой позиции а теперь переставляем на шестерку и посмотрим на шестерки но я каких-либо отклонений вижу для меня все ровно но когда эти атак как мне удобнее посмотрю и не парни ничего не вижу вроде все нормально и ход достаточно тугой как я и говорил во время бритья не собьется все бриться начнем наверно сразу шестой позиции и вот такой красотой мы с вами полностью и побреемся идем дальше а да вот так вот наверно будет правильно мыло будет сегодня от сергей сергеевич решил его выглядеть потому что давно его не было кайф получить хочется и последний раз когда им брился не получилось у меня прийти к тому дзену а после этого сергей сергеевич мне написал говорит иванов что ты с водой жмотишься не жмотится с водой будьте счастья вот сегодня жмотится не буду сергей сергеевич обещаю чаша чаша это очередная чаша от нашего мастера которому мы делали заказ вот с такими вот рожками куда вы можете воткнуть помазок не сейчас это мы будем переделывать сейчас для того чтобы воткнуть нужно постараться маленько потому что вот эти проушины они чрезвычайно узкие в будущих чашек мы это исправим но сейчас к сожалению вот как есть так есть чтобы вам вставить нужно ну вот видите да то есть нужно постараться вот так вот это примерно в будущем мы это исправим сама же чаша нравится мне тем что здесь сочетание цветов необычайно интересно здесь с одной стороны что-то у нас какая-то земляная тема разыграна с другой стороны как-то узнаете как вот как 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 где-то знаете как будто вот в природе где-то чистый океан как вот здесь вот сопрягается с джунглями что ли вот где уже начинается земля и океан земля и океан и вот блин интересно сама себе чаша имеет достаточно обычную форму а все что в ней необычно это вот эти вот рога которые да нет наверно не обломаются если вы будете шарахать то обломаются а так то держаться будут вполне уверенно естественно мы сделаем несколько больше если в будущих сериях но и вот эти пузырики наверное пузырики которые выходят и которые будут нам помогать сбивать пену ну вот это еще одна чаша за которой кому интересно можете обратиться к сергею моисееву ссылки на который на которого под каждым видео буквально и написать сергей хочу чашу он вам объяснить что делать так убираем но и авто шейвом раз уж у нас бритва полностью сегодня индийского производства то и авто шейф я сегодня беру олд спайс индийского производства тот самый олд спайс который еще оригинальный который не подвержен изменениям который еще классический все хлопцы на этом пошли бриться хорошо о погоны себе заработал и так давайте наверно начнем с мыла от сергея сергеевича я не часто его пользую но каждый раз когда к нему возвращаюсь я не знаю что так как-то светло сразу тепло становится может быть из-за того что сергей сергеевич такой человек что если он что-то делает если он делает он может не делать его трудно заставить делать но если он делает ребят то он делает но вот мыло это вот это тоже одно из то чего он если делает то он делает не сразу у меня получилось его разгадать но все-таки я это сделать потому что даже несмотря на то что у меня получилось вот как парни меня поправляли потом да не виктор это еще надо вот так вот так вот так это мне было хорошо а что же у меня будет если допустим я все-таки сумею разгадать помазок как вы сегодня уже успели заметить заметили да да вот заметили кабанчик тот самый кабан и давно его хотел выгуливать а где же его еще выгуливать кроме как не нам или на твердом вот сейчас со всей этой красотой попробуем разобраться у меня вот тут усиленно видите стекает я все это собираю скатал и сейчас наверное еще чуть-чуть совсем маленько возьму водички раз уж она любит водичку к сожалению вот поппинсом к вам получается ничего что я к вам спиной повернулся набирать по-другому как-то не выходит но основное действие уже со скатлом уже будет проходить нормально все убираю баночку вот смотрите что у меня на руках осталось давайте чашу уже по черебоне мы посмотрим что из всего этого получится густящая сметана получается чаша достаточно широкая несмотря на то что помазок коротенький предназначен для работы по лицу но в чаше судя по всему он будет работать точно также ну по крайней мере в этой так еще добавляем ну все хлопцы я считаю тут уже не на одно и не на два бритья хватит ну куда с добром вот так вот так наверно все и оставим и вот с этой красотой и пойдем сейчас бриться еще один каприз хорошо парни хотел бы заранее анонсировать кое-что помните я вас хотел удивить короткими видео так вот в этот понедельник я знаю что понедельник не самый просмотровый день и как правило понедельник меньше всего просмотров но сейчас суббота но мысли у меня пятница этого особо и я вас хочу заранее предупредить на стриме воскресенье кто придет наверно тоже ребят еще предупрежу не забудьте посмотреть мне хочется понять такой формат который вы увидите вообще он нужен не нужен зайдет и зайдет та информация которая будет понедельник не нова и человек заинтересованный он ее сам сможет найти просто я собрал все это в кучу и объяснил как я к этому отношусь и почему именно грубо говоря в этом видео я пытаюсь объяснить почему за меня т-образные безопасные бритвы лучше кассетников вот поэтому понедельник жду вас всех ну и ваше мнение нра не нра если нра то почему если не на то тоже почему вообще стоит ли продолжать помазок ну как вам сказать я думаю что любители помазков меня сейчас поймут я скажу следующее вот если вы возьмете омегу 10 98 да по моему вот это вот ну вот такой этой самой пластиковой ручкой на конце пломбы массировать выковыривать и возьмете любой симош вместе их сложите а потом разделить пополам вот это вот примерно вот оно и получится он не настолько прямолинейный груб как омега ну и не такой что вот как симоги вот это вот он есть работает во всех режимах старика посередине характер свой не выпячивая ну и вот вот такой вот он гордомарин ну что давайте наверно уже приступим помалясь в любом случае раз уж у бритвы 6 позиций то нам наверно с вами было бы так видно да нам наверно с вами было бы самое то обкатать сразу все поэтому давайте на ну смысле как сразу все попробовать тот максимум на который мы в принципе еще сможем вытянуть поэтому давайте наверно сразу шестерки начнем ну а там уже посмотрим если смогу то остальные позиции а если нет но вы сами все увидите нагрел бритву и поехали пока вода пока вода ну еще держится но я боюсь что если мыльные руки будут то чуть-чуть вопросы будут чуть-чуть не принципиально я почему-то говорю сейчас держу он у меня вниз едет видите вот так примерно это просто мокрые руки на сухую вопросов вообще нет аккуратисты которые бреются умудряются бриться не замочив не мыли не в воде руки ребят вас вообще не должно беспокоить тяжелая бритва какой я молодец что поставил рпм рпл и послушал леонида смирнова потому что он когда брился поставил сервер silver blue говорит ну так то есть вот агрессивненько я бы не сказал что есть разница с водой с мылом вот ощущение примерно одни и те же то есть вот как как по мне я бы на каточку добавил добавил бы и от греха подальше все таки вытру руки чтобы они были сухие и на всякий случай еще вы как интересно ой как интересно хлопцы так где подставка вот иди сюда подставка ты сюда иди вот так вот красиво здесь будешь стоять ну вот смотрите промывая не под струей промывая в баночке вот это как бы есть я не считаю что это хорошо или плохо потом все равно будете мыть вопрос лишь в том ну да компания говорит что покрытие трехслойное ну как оно будет смотрите смотрите ох мама дорогая вот видите да где в каком мы ли еще такое видели эластичность а и а и а а и Ну, с Богом. А, что же на шестерке-то, господи, все на шестерке, на шестерке. Ребят, давайте, знаете что, давайте на шестерке опустимся. Проскальзывает настолько тугая, что нужно будет приложить усилия. Возможно, это не криминал. Ну, давайте на четверку уйдем сейчас и второй проход пройдем на четверке. Нет, не криминал. Потому что здесь я изгалялся, чтобы на вытянутых руках для вас протянуть. Но все-таки влажная металл и вот это вот вращение, плюс тугая прокрутка. Ну, тут или ослаблять прокрутку, что не хотелось бы, или все-таки добавить насечку. Вот пока такие мысли. На четверке, ой, как интересно, я вам скажу. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Офигеть. Мы уходим на третий проход, посмотрите, что у нас с мылом. То есть мыло у нас как бы в полном достатке, поэтому, ребята, не обессудьте. Я, наверное, сейчас вот это вот все буду выгребать и вот так вот и буду кайфовать полный рост. Когда еще мыло это будет? Хотя у нас с вами там еще и... Это что у нас? Лось? Лось? Кабан? Кто? Кто? Лось. У нас там еще, по-моему, кабан есть, да? Да, да. Ну вот, надо будет запустить. Понимаете? Оно по ощущениям как силикон. Вот когда станок идет по лицу вот с этим мылом, вот полное ощущение, он как по силикону идет. То есть вот как такового скольжения, я даже не чувствую, такое ощущение, что под станок надули тонкую-тонкую, маленькую-маленькую, совсем малюсенькую, какую-то скользкую пленку, то ли воздушную подушку, то ли еще что-то. Вот такие ощущения. Вот так вот. Ну то, что я вижу сейчас, чем я сталкиваюсь сейчас, я ни разу, ни до, ни после в мылах не видел. Интересно. Интересно. Или это случайно получилось? Или Сергей Сергеевич это как-то планировал? Интересно, а как скользящесть вот это можно в мыло заложить? Допустим, вот человек хочет, чтобы оно у него было, и он это делает. Как? Я не знаю. Так, ну поехали. Так. Так. Я не могу. 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 Парни, если докапываться вот здесь, подбреваться не надо вообще. Даже если докапываться. Пофигу мороз, в какую сторону. А вот здесь, чтобы докопаться, нужно сделать вот так. Да, бурюок не надо. Не, ну вот здесь я проведу. Все. Все. Сам в шоке. Компресс и автошейф. Хорошо. Хорошо в деревне летом. Ой. Пена пристает к щебле там. Ой. Не везет европейцам. У них там уже 15, 20, 27 тепла. А у нас. Минус 5, плюс 5. Минус 5, плюс 5. Минус 5, плюс 5. Парни, дуйте в Сибирь. Нефиг вам там голову морозить. У нас лучше. Вы в курсе, что в холоде лучше все сохраняется? Во. Во. Так, ну ладно, шутки в сторону. И сегодня у нас, как вы уже в курсе, Old Spice прямо из Индии. Бритва из Индии. Лосьон из Индии. Чего не хватает? Не хватает только помазка и мыла из Индии. Про помазки из Индии я не слышал. В этом плане очень хорошо работает Турция, если смотреть в ту сторону. Ну а вот, что касается мыла. Мыло, Леонид Алексеевич, говорит, что будет. Когда? Не уточняется. Но, насколько я понимаю, для этой компании мыло делают не просто там, что-то где-то на фабрике заказали. Артизаны. Индусские. Ой. Ребята, если это то, что я думаю, это будет вырвием мозг. Мало того, что по индийским вот этим вот запахам, спайси, специям, я убиваюсь, я прям ух. Я вот говорю уже волосе дыбом. Но если это вот хотя бы чуточку, настолько, как вот говорят, то это не мыло, это будет бомба. Просто бомба. Но и Кожигоп пока не понюхал мыло. Поэтому вначале посмотрим, если оно вообще будет. А то, может, не получится. Ну, всякое может быть. Так. Олд Спайсик, забыл, что у тебя тут горловина на дурака. Дай залью обратно. Не хочет. Ну, ладно. А. Вот и все. Поорать. Как так? Ну, красное же, да? А поорать нет, ребята. Нет. Все-таки индийский, оригинальный, настоящий, тот самый, который был когда-то, когда-то, когда-то. Олд Спайс вот для меня тема. Возможно, я изменю свою точку зрения, когда попробую что-то там. Шлягеры говорят о Олд Спайсе, какие-то современные появились. Может быть. Может быть. Но вот все то, что я пробовал современное, ну, где-то, знаете, вот лет пять-семь назад от Олд Спайса, что-то, знаете, как-то не вштырило. Вообще. Ну, что-то водичка и водичка. Вот. Вот. Садила. А то. Не. Нет. Хотя, если компания Перл Шевинг такая серьезная, что даже мыло делает, может, она еще и лосьоны какие-нибудь делает. Так что не все у нас потеряно, может быть, еще попробуем. Итак. Олд Спайс говорить ничего не буду. Это уже пробовано, перепробовано сто пятьсот раз. И вещь, вещь. Недаром он мой любимчик. Я его держу, я его никому не отдам. Оранж отдал. Муск. Ну, хорошему человеку отдал. Ну, так бы тоже не отдавал. Ну, это... А, нет. Вот. Муск. Классик. Классик хорошему человеку отдал, так бы тоже не отдавал. Ну, вот. Вот. Мне для счастья не хватает вот муска и классика двух. Оранж неплох. 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 Но, как по мне, там вот апельсиновая корка не совсем правильно реализована. То есть, там апельсин хорошо идет. Ну, вот. Я вот когда чищу апельсины, любые вот эти вот цитрусовые. На руках вот эта смола с кожуры остается оранжевое масло. И так мне не нравится, как оно пахнет. Не нравится, как сам плод пахнет. А вот шкурка не нравится. И вот что-то там вот такое вот было. Может быть, поэтому я это раньше отдал. Но классика. Муск. Хлопцы. Кто не пробовал, попробуйте. Стоит три копейки, а удовольствие будет на ведро. Так что вот попробуйте обязательно. Чаши. Повторюсь, можете забрать у Сергея Моисеева. Кому чаша глянулась, все, что нужно будет, это просто написать ему по любой ссылке под любым видео. Сказать, Сергей, там Викторович это чаши за косарь раздает. Заверни мне одну штучку, пожалуйста. Ну и там, если еще что-то захотите взять, опять же, к Сергею Моисееву обратитесь, пожалуйста. Помазок. Я в тупике, потому что не могу сказать всего того, что я о нем думаю. Вернее, сказать-то я могу, но вы меня неправильно поймете. Вот если бы был этот помазок, допустим, испанский, итальянский, английский, да какой-нибудь ски любой, но только не наш. Я бы сказал, ох, хлопцы, я нашел помазок, который мне по кайфу. Один из самых лучших кабанов, который я когда-либо пробовал. Но это я бы сказал, если бы это был не наш. Но это же наш, поэтому так я вам сказать не могу. Уж извините. Поэтому от себя скажу лишь просто, что каждый, кто ищет нормального кабана, он его нашел. Зайдите и попробуйте. Просто. А потом придите в комментариях под видео или прямо там на сайте напишите, что вот звездун Викторович или не звездун. Тема. Реальная тема. Классная, шикарная штука. Это еще, скажем так, не самые упругие, которые я хотел бы. Самые упругие, которые будут еще упруже. Которые даже вот на шарик замахнулся. Барсуковский. Те еще только будут. Не скоро. Мы их еще закажем. Они еще придут. Мы их еще в нормальные ручки нарядим. То есть это как бы время. Но это еще они будут. Вот. Ни капли не жалею, что взяли именно этого кабана. Кабан. Огонь. Просто огонь. Ну и наконец бритва. Я тут индикатор вытащил. Флекси. Перл шавинг. Шевинг. 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 Sorry. I'm so sorry about. Ну давайте посмотрим, как побрился. А, вот здесь вот маленькое осталось. Вот чуть-чуть. Но это сам виноват. Вот единственное место осталось. Все остальное. Вот они, вот эти вот поганые места. Вот они. Слышите? Коленка. Кость. А вот это да. Это мое ощущение. Сюда не залез. Так вот. Что я о нем думаю? Ну это несомненно серьезный игрок. Серьезный игрок и у него есть определенный запас. 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 Запас, скажем так, лояльности. То есть ценник компания выставила настолько смешной. Ну вот к примеру, если вот сегодня обратитесь к Леониду, да. Вы сможете его взять там за как? Ну за смешные 4 900. Вообще ни о чем. То есть вот сама компания продает их за 5 100 рупий. Где-то там по магазинам можно за 5 500, за 6 нас собирать. Но официала у Леонида Алексеевича Смирнова вы можете взять за 4 900. Но с моей точки зрения для этой бритвы это даром. Просто даром. Что бы я в ней изменил? Вот например, вот как вот я допустим представить, что вот я допустим сам делаю бритвы, да. И вот что бы я хотел в ней изменить? Ну вот в этом плане я бы наверное все-таки постарался в первую очередь изменить накатку. Потому что она красива. Она красива и на сухую она хороша. Но как только я мочу руки. Может у меня у одного такие руки. Может еще у кого-то. Но вот у меня. У меня она скользит. Я постарался вам продемонстрировать это на камеру. Кто-то за счет этого наигранным. Что я специально так делал, чтобы станок ехал и прочее, прочее, прочее. Ребята, считайте. Я ничего не объяснять, не доказывать, не оправдываться не буду. Я этот станок держал так, как я держу большинство бритв. И вот в этом случае это сыграло. Почему? Вес 140 грамм. Вы представляете себе, допустим, ну как. Ну аку и крузак какой-нибудь, да. Ака на лысых шинах и крузак на лысых сынах. На повороте кого первого снесет? Влетят оба. Вот тут крузак первый влетит. Потому что он тяжелее. А резина лысая. Так вот для тяжелой машины нужна хорошая резина. Здесь она лысовато. Не совсем лысая, но лысовато. Потом. А все. 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 Тут больше по большому счету придраться не к чему. Вот все, что я вам показывал, все, что я вот думаю, я могу сказать. Думаю я, что вот это неправильно. То, что вот здесь вот на этих вытачках есть зализы. При обработке на оборудование ЧПУ такого в принципе не должно быть. Это скорее всего слесарные дела. Кто-то из слесарей ручки шаловливые там залетел. И я даже не буду удивлен, если это допустим только на моем. Но других такого нет. Это слесарные дела. Это не машина сделала. Кто-то где-то пошалил. Первый раз, когда я взял в свои руки этот станок, я проводил покрышки и явственно чувствовал какие-то точки. Знаете, как вот на наждачке. Ты чувствуешь вот эти пупырки? Были они и здесь. Я думал, ух, ни хрена себе баяна, что за трехслойное покрытие такое. Но я провел раз 10-15-20. Ушли эти точки. Их нет теперь. Вообще. От слова совсем. Что еще? Тугая накатка и вот, скажем так, насечка на гайке, она неадекватна усилию, которую нужно приложить, чтобы провернуть эту гайку. И влажными руками у вас будут определенные трудности. Это не критично. Это не бомбично. Но все-таки эти трудности будут. Все. Все. Я бы здесь менять ничего не стал. Но знаете, что самое интересное? Самое интересное, что для людей это будет насрать. Пофигу. Причина проста, ребята. 4 900. 4 900. Это дешевле этого, как его, прошу прощения, Меркура Прогресса. Это дешевле Паркера варианта, который у нас теперь, да, тоже есть. Спасибо Роману Яковлеву огромное. Он тоже будет принимать участие во всей этой битве. Потому что люди за такую цену будут готовы закрывать глаза на многое. И будут его хвалить. И будут его на руках носить. И будут его с удовольствием покупать. Но не всем он понравится. Люди, которые привыкли к мягким станкам и к среднеагрессивным. Среднеагрессивники еще переварят. Люди, кто привык к мягким станкам, взводят. Скажут, да ну на. Причина простая. Это агрессивная бритва. И достаточно агрессивная. Чтобы точно сказать, насколько она агрессивнее, допустим, Меркура Прогресса. Или Паркера Варианта. Или упаси меня, господи, Рекс Амбассадора. Но я сейчас так не берусь сказать. Это нужно какие-то баттлы проводить. Какой баттл провести, я вам уже говорил. Скажите, с какой бритвой ее сравните. Мы потом в последствии сравним. Обязательно сделаем. Но она агрессивная. Меня сегодня спасло лишь то, что я поставил РПЛ. И то, смотрите. Побрился великолепно. Но кроме вот этого моего прошлепа. Но это я лопух. Надо было самому здесь еще один проход сделать. Так рукой не провел вовремя. И то, знаете, это вот, видите. Даже вата не цепляется. Это на этот, на микрофон, возможно, так сыграло. Там мизер. Но это моя вина, не вина бритвы. Но это агрессивная бритва. Общее качество. Общее качество по пятибалльной шкале я бы поставил, наверное, все-таки 4,90. Даже нет, это дофига. 4,75. 4,75. И в первую очередь только вот за вот эти вот уши, что мне вот здесь попались. Если бы этих ушей не было, они были бы ровные, я бы поставил 4,9. Вот просто 4,9 и все. Даже несмотря на то, что вот эта вот гайка. Вот десятку бы снял за нее. За те попырышки, которые у меня были на крышке, я даже говорить не хочу. Ну, если я их рукой смахнул. Ну, что-то из Индии пока там на Ишаках довезли. Ну, почему я говорю на Ишаках? Потому что первый раз DHL отправили. А DHL у нас в России не принимает. Отправили обратно. Пошли туда, 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 туда. Ну, вот что-то и налипло. Бритва очень интересная. Но меня пугает то, что она такие результаты показала на РПЛ. На других лезвиях я не знаю. Возможно, я не смогу бриться на других лезвиях. этой бритвой. Возможно, я не смогу так вольготы на шестерки махать, как махал на РПЛ. А мне придется смирить свои аппетиты и не снизить их до троечки, до двоечки. Возможно. Это все покажет только время. Сейчас же пока я с превеликим удовольствием хочу сказать. Ну, спасибо Леониду Алексеевичу за то, что он подарил возможность показать вам эту бритву. Ну, и поздравить индусов. Молодцы, молодцы. Просто, просто красавцы. Просто красавцы. Это серьезный игрок. Ох, сколько он улев расшевелит длинной палкой. У-у-у. Много. Много. Очень хорошая, очень интересная бритва. На этом, пожалуй, что и все. Завтра стрим. Послезавтра в понедельник. Новинка для вас. Очень интересно, как вы ее оцените. Ну, а за сим, за сим разрешите откланяться и попрощаться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай ему Бог здоровья. Пускай вас всегда, всегда все будет хорошо. Ну, и если когда-нибудь. Перл Шавинг. Я не знаю, будете вы смотреть, не будете. Но, если вы все-таки пришлете свое мыло и свои лосьоны. Не присылайте. Потому что, если вы пришлете, я тут такие песни буду петь. А оно мне надо. Мне пацаны и так, он прям в прямую в лицо говорит. А, Иванов, ему все нравится. Но это же не так, вы же знаете. Хотя индусов я люблю. Ну, все, пока. До новых встреч. Рад был вас всех видеть снова. Пока-пока.